Внимание всего мира приковано к итогам британского референдума. Почти 52% его участников сказали нет Евросоюзу. Это решение оказалось настоящей сенсацией. Дэвид Кэмерон, который сам инициировал голосование, уже заявил, что для дальнейших шагов по выходу из ЕС нужно новое руководство. Букмекеры делают ставки на то, кто станет новым премьером и даже называют имя Борис Джонсон, бывший мэр Лондона. Так или иначе, теперь у Туманного Альбиона и всего ЕС теперь как никогда туманное будущее. Дмитрий Сошин подробнее. Максим, ситуация очень интересная. Я нахожусь сейчас возле парламентской площади. Борис Джонсон, главный претендент на постпремьер-министр, сейчас, похоже, скрывается от журналистов. У нас есть возможность еще раз подтвердить последние цифры. За выход Британии из Евросоюза проголосовали 51,9%. За членство въезд всего 48,1%. Как вы видите, большой разрыв. Видно точно абсолютно, что за выход проголосовали подавляющее большинство британских регионов. Соответственно, Северная Ирландия и Шотландия подтвердили свою приверженность к курсу евроинтеграции. Ну и данные сообщают такие, что крупные города, все же не во всех крупных городах проголосовали за Евросоюз. И, можно сказать, со слезами в глазах, сказал о том, что мы проснулись в новой стране. Я бы сказал, что мы проснулись в новом мире. Сегодняшнее событие, оно историческое, оно изменит не только жизнь британцев, но и многих европейцев. Оно повлияет на всю историю. Британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Это практически на 99,9%. Подсчет оставшихся голосов уже не изменит окончательного результата. За выход чуть меньше 52% за выход из Евросоюза. А против, то есть за ЕС, проголосовало всего 48%. Как вы видите, разрыв всего 4%. Он показывает, насколько расколотой оказалась страна. Для сравнения, два года назад на шотландском референдуме о независимости разрыв был 10%. Хотя ситуация была тоже очень острая. Явка на этом референдуме была невероятно высокой для Британии. 72%. Хотя ожидали, что она будет еще выше, порядка 80%. Но вчерашняя невероятная аномальная погода, ураган, грозы, наводнения не позволили многим избирателям прийти на участки и проголосовать. Хотел еще немного дать статистики. В Англии за выход из Евросоюза проголосовало 14 миллионов и почти 900 тысяч избирателей. За единую Европу всего 13 миллионов с небольшим. Да, вы правы, сюрпризом для всех стало то, что Уэльс, который по всем прогнозам должен был проголосовать за единую Европу, проголосовал против. В Шотландии и Северной Ирландии, как ожидалось, самое высокое число сторонников ЕС. Англия, за исключением, пожалуй, Лондона, Ливерпуля и Лидза, это города на севере, проголосовало в целом за отделение от ЕС. И такое единодушие, конечно, стало огромной сенсацией. Сегодняшний день это, безусловно, праздник для брекзитеров, для сторонников выхода, для тех политиков, которые с февраля ввели активнейшую кампанию. И один из этих брекзитеров, евроскептиков, Найджел Фарадж, лидер британской партии независимости, уже успел отреагировать на результаты. Мы сделали это! Мы добились этого в результате чертовски тяжелой работы. Я надеюсь, наша победа разрушит этот провальный проект и приведет нас к Европе, состоящей из суверенных государств, которые смогут торговать, оставаясь друзьями и взаимодействуя друг с другом. И давайте избавимся от флага, гимна, Брюсселя и всего того, что пошло не так. Пусть 23 июня войдет в историю, как наш день независимости. Реакция от официального лагеря брекзитеров, то есть от бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, пока не поступила. Нет реакции и у главного, проигравшего этой ночи, от премьер-министра Дэвида Кэмерона, для которого результат референдума не только поражение, но, вероятнее всего, скорый закат его политической карьеры. Хотя, скажу сразу, политики еще до того, до проведения референдума, политики, представляющие оба лагеря, договорились о том, что, каков бы ни был результат референдума, Дэвид Кэмерон останется у власти до проведения очередных выборов. Вопрос только в том, будут ли внеочередные выборы, или это будут обычные выборы. На результаты была немедленная реакция со стороны шотландского руководства. Министр по делам Шотландии, она же глава шотландского правительства Николас Терчин, заявила о том, что плебисцит, цитирую, демонстрирует стремление шотландцев быть единой Европой. А говоря на языке реальной политики, это означает, что не за горами второй шотландский референдум, который на этот раз может принести независимость этой стране. Политики в Северной Ирландии также делают заявление о том, что Brexit может запустить процесс отделения Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Понимаете, речь идет, может идти, фактически, о распаде Британии. Вопрос только в том, в относительно близком будущем, или это дальняя перспектива. Но сегодняшние результаты также могут иметь эффект домино и для членов ЕС, для других европейских стран, которые рассматривают Британию в качестве примера. Я думаю, мы увидим скоро и в других странах движение в сторону выхода из ЕС. И они тоже захотят провести у себя референдумы. Так что мы выступаем в качестве катализатора. Другая важная новость – это невероятное падение фунта стерлингов. Твердой британской валюты, которая сейчас падает, это самое стремительное падение с 1985 года. С проявлений ради скажу, что и евро постигла такая же участь евро. Европейская валюта также падает. А то, что сейчас творится на уже открывшихся биржах, мягко говоря, можно назвать паникой. Это, конечно, нельзя называть концом света с точки зрения финансов. Безусловно, никто никого не хочет пугать, но, безусловно, все в растерянности. Ну, надо, конечно, сказать, что британцы, проголосовав за Брекзит, они запустили очень важный процесс. Но это не одномоментная вещь. То есть выход Европы произойдет не сразу. Это долгий процесс. Потребуются годы переговоров, в которых будут участвовать не только руководства страны, в которых будут участвовать те политики, которые активно агитировали за Брекзит. Этот переходный период может растянуться на долгие годы. Повторю, некоторые называют 4, 8, 10 лет. Пока этого никто точно не знает. Все будет зависеть от того, как себя поведет Брюссель. В заключение хотел бы сказать, что в 1975 году, когда впервые британцы подтверждали членство своей страны в европейском общем рынке, подавляющее большинство проголосовало за единую Европу. Сейчас, видите, в стране стало больше евроскептиков. Дмитрий Сошин, Павел Ихалетов, Первый канал, Лондон.